Недавно Павел Дуров написал в своем телеграм-канале большой пост о том, как он уже давно отказался от мяса, молочных продуктов, фруктозы, кофеина, алкоголя, глютена, полностью отказался от лекарств, плавает в ледяном озере регулярно, а еще пробовал питаться только свежей рыбой и морепродуктами, а сейчас планирует месяц вообще ничего не есть, только пить воду. Я решил с помощью экспертов разобраться, верно ли это стратегия, или это глупо и ненаучно. Это шоу о рациональности, трансгуманизме и нонконформизме Мастриды. С вами его ведущий Мастридер. Погнали! Эксперты, которых я привлек, это 1. Алексей Водовозов, врач и медицинский журналист, один из самых известных и уважаемых в России. В прошлом – военный врач, подполковник медицинской службы запаса. 2. Никита Жуков, врач-невролог из Питера, популяризатор науки, создатель популярного портала «Энциклопатия патологика». Автор книги-бестселлера, которую я советовал в одном из предыдущих выпусков Мастридов «Модицина» в двух томах. Посмотрите, годно. 3. Александр Панчин, член комиссии РАН по борьбе со лженаукой, кандидат биологических наук, известный популяризатор науки, лауреат премии «Просветитель» за свою крутую книгу «Сумма биотехнологий». Советую, кстати. И советую посмотреть книжный чел с ним. Классный выпуск. От себя в этом ролике я ничего не говорю. Все мои утверждения взяты из научных источников. Все мои выводы согласованы с экспертами. В описании видео есть ссылка на все исследования, о которых я говорю. За это особое спасибо Алексею Водовозову, который закидал меня этими полезными ссылками. Сразу оговорюсь, к Павлу Дурову я отношусь с огромным уважением. Если бы не он, моя жизнь вообще была бы другой. У меня, если что, сетка телеграм-каналов на 300 тысяч подписчиков, в том числе Мастрид и другие каналы. И копы не любят меня, но пошли. Если кому интересно, ссылки на мои каналы в описании видео. Вконтакте тоже великий проект, который очень сильно повлиял и на мою жизнь, и на историю нашей страны. Но сейчас Павл Дуров втирает нам какую-то дичь. И это грустно и опасно. Поэтому нужно разобраться в вопросе по пунктам. Поехали. Первое. Отказ от мяса. Вообще, я выступаю за отказ от употребления мяса и сам урезал его в своем рационе. Те страдания, которым подвергаются животные на фермах, это просто жесть. Посмотрите любой документальный фильм на эту тему или YouTube-ролик. Я уверен, что наши потомки будут смотреть на нас, как на варваров, за то, что мы мучаем и убиваем животных. Но это вопрос этики. Можете посмотреть ролик с Питером Сингером, книжный чел. Он подробнее рассказывает о том, как можно хотя бы немного помочь делу защиты прав животных. А мы говорим про здоровье. И для здоровья нет никаких показаний, чтобы отказываться от употребления мяса полностью. Было известное китайское исследование. Про него даже написали целую книгу, которая стала бестселлером. Основной вывод исследования в том, что отказ от употребления мяса повышает вашу продолжительность жизни. Якобы это показано на примерах миллионов людей. Но это исследование давно разгромлено учеными. Оно основано на ненаучных данных, полученных ненаучными способами. Ссылка на одно из таких опровержений есть в описании ролика. На сегодня ученые исходятся в том, что умеренное потребление мяса не несет рисков для вашего здоровья. Определенные риски несет повышенное употребление красного мяса. Свинины, говядины и так далее. Но только повышенное. И это далеко не самый главный фактор риска. Не нужно полностью отказываться от красного мяса, если вы его любите. А тем более от белого мяса. Нет никаких научных показаний отказываться от него. Второе. Отказ от молочных продуктов. Нет никаких исследований, говорящих об эффективности отказа от молочки для здоровых обычных людей. Единственный случай, когда это нужно делать, это если у вас непереносимость лактозы. Диагноз вам может поставить гастроэнтеролог, или вы можете сдать тест ДНК и увидеть, что у вас эта непереносимость. Она генетически передалась нам от древних европейцев. Некоторым из нас. Далеко не всем. В остальных случаях отказываться от молочки не нужно. Третье. Безглютеновая диета. Про модную безглютеновую диету вы наверняка слышали. Многие миллениалы отказываются от продуктов из пшеницы, ржи и ячмени с глютеном. Потому что думают, что это здоровое питание. На самом деле все вовсе не так. От глютена вам нужно отказываться только в одном случае. Если врач поставил вам диагноз целиакия, непереносимость глютена. Только тогда. В противном случае безглютеновая диета может быть вредна для вас, как показывают современные исследования. Ссылки в описании. Четвертое. Отказ от кофеина. Масса современных исследований говорит нам о том, что нет никакого вреда в умеренном употреблении кофеина. Более того, есть определенные исследования, которые показывают даже пользу от употребления кофеина. Алексей Водовозов сказал мне особо не обольщаться на их счет, но тем не менее их количество растет. Вообще забавная, конечно, история с тем, что разные исследования могут показывать диаметрально противоположные вещи. Я как-то постил на Мастридах в своем телеграм-канале и паблике ВКонтакте график от издания Vox, где сравнивалось, вот посмотрите эту инфографику, сравнивалось разные продукты и исследования по ним, которые говорили, что этот продукт вызывает рак или этот продукт понижает вероятность возникновения онкозаболеваний. Брали такие продукты, как вино, кофе, молочные продукты, помидоры, и по всем из них были и исследования, которые говорили, что они вызывают рак или повышают вероятность онкозаболеваний, и исследования, которые говорили о противоположном. Парадоксально, да? Весь этот булшит сложно разобрать. Что нужно делать, чтобы во всем этом разобраться? Смотреть на исследования, которые публикуются в нормальных, общепризнанных научных журналах, рецензируемых. Смотреть на рандомизированные, контролируемые исследования. Про это я говорил в своем ролике про мастриды, про доказательную медицину. Посмотрите его, если не знаете, что это такое. И третье. Смотрите в первую очередь на мета-исследования, а не просто на исследования. Мета-исследования – это исследования, которые описывают исследования. Берется несколько десятков исследований одного вопроса, суммируются их выводы, и дальше вы уже можете с большей вероятностью доверять таким выводам. А не нужно заходить на ответ.email.ru и смотреть, вызывает ли кофе рак. Это все полная ерунда. Пятое. Отказ от фруктозы. Во-первых, замечу, что никакой здоровой альтернативой сахару фруктоза не является. Если вы отказываетесь от сахара, но едите фрукты, смысла особого в этом нет. В повышенных дозах, да, действительно, и сахар, и фруктоза вредны. Нужно быть с ними осторожнее. Но полностью отказываться от фруктозы ни в коем случае нельзя. Потому что тогда вы исключите из своего рациона овощи и фрукты. А это важнейшая часть здоровой диеты. Так говорит даже Всемирная организация здравоохранения. Супергромоздкая неповоротливая организация, которая периодически не поспевает за современными исследованиями. Но здесь с ними спорить невозможно. Все исследования подтверждают пользу фруктов. Шестое. Отказ от алкоголя. Согласно рекомендациям ВОЗ, любая доза алкоголя несет определенный риск для здоровья. Но это, конечно, в первую очередь относится к тому, что даже если ты немножко выпил, ты можешь подвернуть ногу, попасть в какую-то неприятную ситуевину, что-то там забарагозить и так далее. В целом, если ты умеренно употребляешь алкоголь, риск для здоровья минимальный. Для того, чтобы понять, что такое умеренно, можете пройти специальный тест. Ссылка в описании. Тест от ВОЗ. Это не какой-то тест от mail.ru, как я люблю. Лишируя Сманова. Пройдите, узнаете. Может быть, вы алкоголик. Тогда не надо так делать. У меня есть знакомые трансгуманисты, которые совсем отказались от алкоголя, потому что хотят прожить подольше, желательно вечно. Но мне такой подход не очень близок. Вред от умеренного употребления алкоголя либо отсутствует, либо минимален. Поэтому я предпочитаю жить как Обри Ди Грей, который со мной на съемках книжного чела приговорил полбутылочки водки. Too longevity. Too longevity. Посмотрите обязательно этот выпуск. Обри Ди Грей – крутейший в мире эксперт по старению. Седьмой пункт – закаливание. Наконец-то реально полезная рекомендация от Павла Дурова. Закаляться нужно. Это полезно. Это соответствует научным исследованиям. Но есть одно но. Павел как это делает? Он плавает в ледяных озерах, где-то там в Финляндии, где он путешествует. Алексей Водовозов говорит об этом. Ледяное озеро – штука хорошая. Если вы перед этим лет 20 плавали в озерах с постепенно уменьшающейся температурой воды. И ваша терморегуляция в курсе вашего пристрастия. Иначе, если просто нырнуть в озеро, есть шанс не вынырнуть. Каждый год из крещенских прорубей спасатели и врачи вытаскивают народ с рефлекторной остановкой сердца. Именно так реагируют дыхание и сердечная деятельность на резкое погружение в ледяную воду. Стоп-машина. И хорошо, если успевают откачать. А такое бывает не всегда. Иногда констатируют летальный исход. Так что не нужно сразу нырять в ледяные озера. А Никита Жуков добавляет, что не обязательно вообще-то где-то плавать. Можно просто открывать окно на ночь и закаляться таким образом. Не кутаться слишком. Ну, почитайте. Много про закаливание можно в интернете найти. Ссылки есть в описании. Ну и полный пиздос. Пункт 8. Полный отказ от лекарств. Павел Дуров уже несколько лет вообще не пользуется лекарствами. У меня просто нет слов цензурных, поэтому давайте предоставим слово экспертам. Что сказал Алексей Водовозов. Полный отказ от лекарств – это, простите, дебилизм. Ну, окей. Аутолудизм 21 века. Прямой путь к быстрому саморазрушению. Реальная возможность склеить ласты от первой же пневмонии. Это реально жесть. Я беспокоюсь за Павла. Девятый пункт – рыбная диета. Павел пишет у себя. Мол, наши предки тысячелетиями ели свежую сырую рыбу. А уже потом начали есть мясо и зерно и так далее. Поэтому рыбу есть – это более полезно для нашего организма, чем мясо или продукты из пшеницы. Ну, напоминают рассуждение Задорного об истории русского языка. Не находите? Конечно же, это полная ересь, не подтвержденная никакими научными фактами. Если бы Павел посмотрел лекции антрополога Станислава Дробышевского о наших предках и о том, чем они питались – ссылки в описании – он бы понял, что его представления не соответствуют действительности. Поэтому не верьте тому, что он там написал про рыбу. Десятый пункт – полное голодание. Павел Дуров объявил в своем посте, что полностью откажется от еды на целый месяц. Будет только пить воду. Что тут сказать? Некоторым животным снижение потребляемой пищи помогало продлевать жизнь. Эксперименты это показывали. Но это не было полное голодание. Им просто сокращали количество потребляемых калорий в день. На самом деле здравая рекомендация – просто меньше жрать. Это для здоровья полезнее. И для людей в том числе. Но ни один эксперимент не показывал пользу полного голодания для людей, когда ты вообще ничего не ешь. Может быть, Павлу это и помогает краткосрочно для продуктивности? Я беспокоюсь за Павла. У него же такие наполеоновские планы были. Телеграм скоро запускает свою криптовалюту Грамм. Я надеюсь, что мои каналы будут расти, и я стану в Телеграме блогером-миллионником. Если с ним что-то случится, он будет не очень хорошо. А риски большие, потому что он же совсем отказывается от еды. Я надеюсь, что он завершил уже этот эксперимент. Павел, ты ковбой! Павел, приезжай в Россию! В гости к моей бабушке она тебя борщом откормит. Сделает вареники, салатик оливье. Ты просто будешь такой вдохновленный, что придумаешь еще круче IT-проект. Завязывай со всей этой ересью. У нас конкурс. Рекомендация от нашего эксперта Алексея Водовозова. Книга, которую стоит почитать всем, кто хочет лучше разобраться в том, что нужно и не нужно есть. Мой лучший друг – желудок. Еда для умных людей. Елена Мотов. Врач-диетолог, журналист. Научный подход, доказательная медицина, все дела. Один экземпляр этой книги получит автор самого интересного комментария к этому видео на YouTube. Оставьте ей какой-нибудь интересный комментарий, который мне понравится. Оцените этот выпуск, предложите идеи для нового. Все что угодно. Можете меня покритиковать, тоже буду рад. Вторая книга достанется рандомному, случайно выбранному человеку, который репостнит пост с этим видео ВКонтакте из паблика Мастриды. Мой паблик. Подпишитесь, кстати. Ссылка будет в описании. Итоги подведем через пару недель. Читайте книги. Берегите себя. Нужен здравый биохакинг, не как у Павла Дурова. Берегите себя, живите долго. А как жить долго и как быть правильным биохакером и трансгуманистом, вы узнаете в новых выпусках на этом канале. Подписывайтесь. Обнялся вы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok